Друзья, всем привет! Сегодняшняя тема пойдет у нас про силовые бампера. Не забывайте писать комментарии, подписываться на мой youtube-канал, также есть Яндекс.Дзен Нива 0.7 и приходите в телеграм-канал. В телеграм-канале мы общаемся с ребятами со всей страны нашей большой, обсуждаем разные темы. То есть видосик хрен знает когда выйдет, а в телеграм-канале уже можно пообщаться. Итак, поехали по видосику. У меня Нива 2131, она идет урбан. С ней шли пластиковые бампера, но пластиковые бампера я менял уже штуки 3-4. Во-первых, они не выдерживают. Я даже бывало, что пластиковые бампера изнутри пенил, но они вот здесь ломались. Там где усилитель, они ломались. То есть любые покатушки, упираешься, снег, но к сожалению нет, не тот вариант. Потом я поставил родные, то есть не родные, а алюминиевые, которые идут, не узкие бампера, с ними покатался. Потом нашел такой силовой бампер, поставил лебедку, но это видео полноценно есть. И вот катаюсь, никаких преград. И снег толкаешь, и там ледяные какие-то бугры торчат, то есть с ним прекрасно. И самое главное, лебедочка встает, ну и смотрится, конечно, так брутально. Да, скажете, вес, ну есть такой вес. Кстати, вот этот бампер легкий и с лебедочкой, ну не так-то сильно нагружена. С учетом того, что я делал лифт, то есть смотрится хорошо. Никаких там нюансов таких нету, то что морда тяжелая. Пришел у меня задний силовой бампер. Вот я почему стал силовой бампер задний заказывать. Тоже здесь пластиковый бампер убрал, поставил вот такой. Цвет моего покрасили. Это не русский родной. Вот моего цвет покрасили. Здесь у меня фаркоп, но, к сожалению, видите, что фаркоп уже вот так вот смотрится, потому что как-то по осени я застрял, лебедкой тянули и он погнулся. Но фаркоп идет и там цепляется. То есть не за бампер держится, а еще там дуга идет и тоже цепляется. Состоит он из двух частей, то есть вот и здесь. С ребятами, которые делают силовые бампера. Дмитрий. Номер телефона его оставлю. В принципе, он на авито есть. Просто есть знаменитые бренды. Риф. Но Рифа стоит от 20 тысяч. С Дмитрием познакомился. Он с Миаса, Челябинская область. У них там есть свое производство. Задний бампер мне пришел. Он идет с квадратом. То есть уже там квадрат есть без квадрата, то есть под фаркоп. Что-то 12 тысяч стоит. То есть это в два раза дешевле, чем у Рифа. Сейчас мы, конечно, при вас коробки вскроем, посмотрим. Мне самому интересно. Созвонились там по фоткам. Он мне показал, что примерно вот так-то, вот так-то. То есть я его не видел. При вас все скрываем, устанавливаем. Если вам понравится само качество бампера, тогда можете позвонить ему. То есть я номер телефона оставлю. Вот он мне за сколько? За 4 дня пришел. Транспортная компания. Доставка 700 рублей мне обошлась. Приехал устанавливать, ну как и всегда, автосервис 56 к Александру, где я, в принципе, свой автомобиль и обслуживаю. Заезжаем, распаковываем, собираем, втыкаем, смотрим, подходит, не подходит. Говорю, как есть. Если плохой, так и скажем, что плохой. Если хорошего качества, и вы сами увидите, что он хороший, то добро пожаловать. Телефон, звоните с Дмитрием, договаривайтесь. Делать не только на Ниву, там лазерные какие-то станки и прочее. Там фотографии я вам покажу. Ну все, поехали мы. Таскуем и делаем прям при вас распаковочку. Вот это вот более-менее весит. Ну основной бампер, блин, тяжелый, зараза. Не знаю, сейчас откроем, посмотрим. Итак, самое интересное, это у нас распаковка. Всегда, когда получаешь посылку, всегда интересно, вот это распаковать, да, вот это там, порезать и прочее. Вот, вот это самый квадрат. Сюда шар ставится. Я не знаю, в комплекте шар идет или отдельно покупать. Есть в комплекте? Да. И метиза, да, все идут? Троечка, наверное, да? Примерно так вот, визуально. Все-таки нет, наверное, два с половиной где-то. А, это уже вот так, наверное. Да, 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 наверное. Киша и эти буксировки. Буксировки на это вот сюда, наверное, цепляются. Да, да. Ну то есть комплект такой достаточно, да, нормальный? Да. Это лонжероны оставляют. Да, это лонжероны. Подожди, у меня круглые лонжероны какие. Пока ничего не буду говорить. Хороший он, плохой. Вот как установим, руками сейчас пощупаем. Вы сами все это увидите. И это, я так понял, вовнутрь вставляется, наверное, да? Вот она. Вот это сюда. Вот так. Вот эти сюда. Вот. Это, походу, все-таки вставляется вместо... Наверное. Наверное. А у меня нет буксировочных петель. Это вот так. А у меня нет буксировочных петель. А вот, походу, надо. По сварочным швам проварено полностью. Как бы и там, и там проварено полностью у нас, да, идет? Да. Покрашен, ну, порошковой краской вот это, наверное, шершавой так. Да, да. Ну, что, собираем? Да. Посмотрим, что куда. Разобраться, что куда. Ну, я думаю, тут не так-то сложно его собрать. Пять запчастей, пять деталей. Все, собираем. Просто полный процесс показывать вот это я не буду вам. Шар подкрутили. Ребят, приезжайте. Автосервис 56. Находится город Оренбург, Степана Разина, 207. Есть подъемники и движки, и развал схождения. Все можно сделать. То есть, приезжайте, звоните. Номер телефона тоже оставлю, Александра. Звоните, договаривайтесь. Но тут непонятки кое-какие произошли. Во-первых, труба квадратная. Здесь она кругло заходит. Позвонили Дмитрию, производителю. Он говорит, ничего страшного, все выставляется, все нормально. Но вот с этими штуками думали-думали, что делать, куда они прикручиваются. Вот сюда квадрат встает. Вот эта тема, ну, вот так вот надо будет сверлить кузов в багажник, там болты. То есть, дополнительное крепление будет идти. То есть, не только за вот этот болт будет силовой держаться, а плюс еще вот этот просверливается и крепится. Вот эти вот проушины, Дмитрий, ну, производитель говорит, что надо мне будет поставить. Заводские надо. Да, говорит, заводские купить, поставить и закрепить. Ну, чтобы более жесткая сцепка была. Очень большой плюс, что идут все метизы. Очень этого удобно, не надо искать, конечно. Я говорю, позвонил ему, он все объяснил. Ну, так же и вы, если что, если вам понравится эта продукция, можете позвонить и спросить по установке даже какие-то нюансы. Смотрится, ну, серьезно смотрится. По весу, ну, наверное, килограмм тридцать, наверное, примерно. Весов нету, ничего мы не извешили, но около тридцати килограмм. Да, Саша? Да. Я думаю, примерно так где-то. Около тридцати килограмм это все будет весить. Производим демонтаж старого бампера, относительно старого. Сейчас померяем, как... Ну, мы его собрали, в принципе. Сейчас резиночки оденем, потому что, ну, без резинок, наверное, никак, да, Сань? Через резинку? Нет, резинки все по любому. Через резинки по любому. Как это все примерно выглядит. Покрашиваем хорошо, намазываем, чтобы резиночки зашли хорошо и вставим. Брызговики вот недавно поставил, потому что на Урбане они идут вон там вот с кронштейном. А вот такие брызговики старые, между прочим, здесь тоже у Александра лежали, у него попросил, вот поставил сюда. А когда урбан бампер, они вот здесь висят. Да, еще они вот так вот висят, урбан. А урбане вообще они стоят, передние брызговики стоят сзади. Ну да, они примерно одинаковые, что перед, что зад. Вот с квадратом, подожди, с квадратом, конечно, тяжеловато ставить. Вниз, вниз на кладку. Не лезет? Оп, залезла. Теперь ты своя. Да, пока мы его не стягивали, чтобы все именно... Сейчас зайдет все, все. Поднимай и дальше. Ну, равномерно туда, да, как-то? Да. Интересно, квадраты зайдут, не зайдут мне. Меня заходит. Не, подожди, Сань, надо вот здесь, эту, эту сторону. Тебе, наверное, вытащить надо. Все, 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 прям как по вазелину. И резинки остались на месте. Все. И здесь все зашло. Теперь там надо сейчас по болтам смотреть. Меряем крюк. Лезет, не лезет. Такой мощный болт на 12, да? Или на сколько? Нет, 14. 14. Все, зашло. Ага, понятно. Ну, по крайней мере, померили, вы увидели, как все выглядит. Подходит, все нормально. Все отлично. В багажник бросим и пусть лежит. Недолго, да, ставил, подкрутил и все. Так, а здесь металл. Здесь тоже это. Здесь тройка где-то. Раз вот чик ставил, шплинг засунул. Просто я всегда всех вытаскивал, за шар цеплял. Да, вот показываю, мой родной лежит. Ну, видите, как он здесь так, здесь так. Это я покупал у официального дилера. Бумаги есть. Вот здесь вот я уже обваливал самостоятельно. Тоже видео есть. У меня отрывался от квадратов. То есть труба, а тут квадрат идет. Ну, он весь кривой. И в основном я дергал за шар. Здесь скрепилось за бампер, то есть трубы. И вот за это, то есть там лонжерончик определенный тоже. В принципе, неплохо отработал, но все оно слабоват и гнется. Этот бампер, ну, смотрится прикольно. Богато. Ха-ха-ха. Мощно. Мощно, да. С заводского пластикового бампера, как я и говорил, да. Вон, во-первых, и ниже всегда был. И первый снег все оторвалось, все ломалось. Да, здесь он прям даже чуть выше кузова сделан. Угу. Повыше, прикольно. Это вот для хайджеков. Здесь дополнительное крепление потом привезу, поставим. Насквозь сверлить что-то пока мы, не знаю, желаний такого нету. То есть болтом закрепили, здесь тоже мы закрепим. И тогда что, вытягивать, заедший цепляться будем, да, получается? Она не предусмотрена, вот они все волочные. Ну да, получается мы будем цепляться, то есть не за шар уже, а вот за вот эти штуки. Мягкий шакл там или как-то там будем цеплять. И все, встал ровненько. Да, Саш, ровно же стоит. Ну да, мы сейчас протянем его и все будет отлично. То есть да, тут уже по кузову сам смотришь примерно лево-право и идет затяжка у нас. Электрику тоже подсоединим, чтобы розетка все это работала. Ну, в принципе, по установке силового бампера видео можно заканчивать. Вот это так вот выглядит все достойно. Металл хороший, покрашен. А, Саш, как твое мнение? Нет, нормально, хорошо сделано. Все подходит. Засилитель вот этот вот, то что отдельно. Нет, хорошо сделано. Но все, я думаю, по уму сделано. Так что телефончик в первом комментарии под видео или в описании видео этого. Дмитрий, звоните, заказывайте. Фоточка я вам сейчас поставлю, которую он мне скинул. Там и на УАЗ они делают, и лестницы, и на Газели. Вот фоточки, которые вы сейчас просматриваете. Все это, в принципе, видно. Звоните, заказывайте, если вам нравится. Все, всем благ. Будьте здоровы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА